Я выступая, так вот неожиданно выступая много, что-то для себя понял в устройстве телевизионного мира, потому что все, кто оценивают вот эти передачи, там, суд времени, то, что происходит в целом, все они пытаются видеть в этом какой-нибудь идеологический сюжет, и они правы. Когда это все началось, началось с того, что меня пригласили три женщины и крайне настаивали на моем участии в этой передаче, я там спросил, а как это будет? Три дня в месяц целиком, я говорю, почему так много, ну как, это же пять раз в неделю, я говорю, ну все, я забыли, закрыли, никто не будет так организировать эфир, я улыбнулся, все примерно представляют позиции, я забыл вообще о существовании этого предложения, ровно через две недели, так сказать, меня пригласили там пробоваться, потом что-то еще, и я уже оказался ввернут в эту мясорубку. Почему я сказал, что этого не может быть и так далее, потому что для меня любое такое выступление по телевидению это идеологическое событие. Это борьба идей, какие-то идеи побеждают, какие-то идеи терпят поражение. А для тех, кто это делает, это не является идеологическим событием. Я долго проверял это, прощупывал, пытался понимать и, сказать, открытие, это меня своей примитивностью потрясло. Рядом стоят люди очень милые, я там что-то обсуждаю, говорю, ну вот опять, вот видите, вот здесь вот эта позиция еще, человек стоит, я говорю, о чем вы думаете? Я думаю, да тефи, да тянем или нет. То есть смысл этого всего заключается в том, что для них это событие, как бы измеряемое не идеями и ничем еще, а оно измеряемое привлекательностью. Вот сколько голосов эта система подтянет, сколько будет, так сказать, рейтинга, сколько будет, так сказать, звонков. Вот эти все события не просто чуть-чуть важнее, чем идеи и, как бы, существо того, что, так сказать, там происходит, но они просто абсолютно перекрывают это, но перекрывают на тысячу процентов. Я твердо знаю, что там еще не была устроена эта система примерно десять лет назад, что никакой Гусинский десять раз зная, что, там, я привлеку к нему, там, какое-то количество людей, не решился бы на то, чтобы вывести меня в этот самый ящик, потому что для них существовал вот принцип этой идеологии, так сказать, ну, в данном случае, либеральный или неважно какой. Здесь это уже нет. Вообще нет. Полностью. Но это пятый канал. Пятый канал, первый канал, второй канал, любой канал. Вот, в понединок, да, этот, они же написали «Эхо Москвы», да, там, огромные ставки делались на Венедиктова, на то, что вот Венедиктов-то и победит, потому что у него есть медиа-империя, вся медиа-империя будет мобилизована, а дальше говорили другие вещи, так, значит, «Кавказец», «Широкий охват» и «Тупая простая аудитория». Не привилегированный пятый канал, а тупая, простая. Вот здесь, может быть, что-то произойдет. Дальше они разводят руками и их больше всего потрясает срежь. Они говорят, рейтинг начинался, это «Эхо Москвы» пишет. Рейтинг начинался с 14, а окончился с 30. Все. Мы сдаемся. Там среднее количество звонков 40 тысяч, тут 100. Вы когда-нибудь, когда вам говорят, что можно рынок расставить приоритеты, то первое место, где вы должны попробовать это сделать, это грядка на своем огороде. Вот мне иногда кажется, что по отношению к определенным идеологическим заклинаниям люди теряют просто элементарное ощущение здравого смысла. Вы на огороде позволите помидору и сорняку конкурировать на равных, но вы получите сорняк. Как только телевизионная сфера оказалась тотально погружена в рыночность, возник спор двух кластеров – идеологизированной бюрократии и медиакратии, или, как ее называют сейчас некоторые западные исследователи – нетократии. Медиакратия, она не признает наличие тех параметров, которые навязывает бюрократия. Такая идея, другая идея, туда-сюда. Рейтинг. Рынок. Сколько? И вот эта борьба двух кластеров, она безумно видна в современном мире. Вот я никогда не мог представить, что она настолько остра, и что настолько, в принципе, побеждает этот второй кластер, связанный с прямым ощущением успеха. Любой ценой, при любой идеологической ориентации. Все события рассматриваются не как мировоззренческие, не как идеологические, а как кассовые. Но если ты почему-то… Ну, народ настолько дурной, что он бежит и тебя смотрит, ну, что делать? Ну, значит, надо показывать. Вторая часть этого дела, это один из моих разговоров, тоже на очень крупном канале. Я говорю, ну, ради бога, ну, вот сейчас я не могу, но я уже обещал в другом месте, но не надо. Они говорят, а кто будет? Я говорю, ну как, кто будет? А так, говорит, мы провели кастинг на 130 молодых людей. И весь кастинг рухнул. Мы деньги потратили. То есть, вот это ощущение того, что они не собирают энергию, рассеянную по этой электронной сфере, оно безумно острое, сродни панике. Ну, я мог только сказать, что, значит, плохо кастинг проводили. Россия удивительно живая страна западного мира. Удивительно живая. То есть, каждый, кто был в Мюнхене, в Париже или где-нибудь еще, прекрасно понимает, что Россия – это наиболее живое место. Я Латинскую Америку не так хорошо знаю, но вот то, что вот в пределах того, что принято называть европейским человечеством, это самое живое место. У меня спектакли до сих пор идут, он идет 4 часа. После спектакля остается человек 50-60. Я не могу сказать им до свидания до 6 утра. С 11 вечера до 6 утра. Ни в Хорватии, ни в Авеньоне, ни в Эдимбурге. Никогда никто не будет сидеть после спектакля 4-5-6 часов. Это молодежь. Это абсолютно другой тип жизни. Поэтому сколько бы ни загибались российские заводы, а они загибаются, сколько бы ни загибалась, так сказать, политическая система, а это происходит все то же самое. Что бы ни происходило, вот этот живой, живой человек, он остался. Каким способом он пробивается через асфальт, что значит, что он пробивается, непонятно, но он есть. И когда много раз говорили о том, например, что там какая-нибудь антилиберальная позиция, которую я отстаиваю, настолько уж она антилиберальная, я не знаю, ну вот так говорится, вот эта антилиберальная позиция поддерживается стариками, это неправда. Это будут скрывать от себя люди, потому что страшно удобно это скрывать, но это рано или поздно обнаружится. В стране происходит тектонический перелом. Или как говорят мои друзья на Западе, вполне не коммунистический, уж никак не патриотический, они говорят, формируется новый большой нарратив. Ну, когда люди не хотят говорить мировоззренческая там парадигма сегодня, то они говорят нарратив, это такой постмодернистский язык. Вот значит новый большой нарратив, то есть процесс двигался сюда, а он повернулся вот так. И мне кажется, что то, как именно он повернулся, очень понятно. Данные эти, значит, с этими данными я начал знакомиться только после того, как начал заниматься, ну вот фактически вот этой борьбой идеи по телевидению. И тогда я начал листать все статистические справочники и все прочее. Еще раз скажу некоторую основополагающую вещь, которая с моей точки зрения определит завтрашний мир. В России определен жизненный уровень, предельно низкий жизненный уровень, да, вот называемый минимальный уровень жизни, минимальный, допустимый уровень жизни. Он определен в районе 5000 рублей. Его определял какой-то доктор Менделе, а свинцами были такие врачи, которые думали, как мало можно дать калории незаключенным, чтобы они медленно угасали. На 5000 рублей никто жить не может, но он определен. И официальный справочник сегодня пишет, что 13,5% наших сограждан живет ниже черты 5000. Но они же наши соотечественники, наши сограждане. Это значит, каждый момент, когда привилегированная среда здесь, так сказать, в очередной раз гуляет и рассказывает, как вкусно пить вино Петрусь за 3-4-5 тысяч евро бутылка, где-то рядом плачут голодные дети, и их не сколько-нибудь, их 13,5%. На 2-3 предельных низких жизненных уровнях живет 30%, 35%. Значит, большинство населения живет около нищеты или за нищетой. В это количество не учитываются те, кто вообще ничего не получает. А такие есть. Есть глухие города и все прочее, где вообще нет этого прожиточного времени. Дальше начинаются верхние страты, и там получается, что выше 55 тысяч, то есть вполне скромно живет, там 2-3%. Тогда возникает естественный вопрос. Что такое 20 лет? Вот что они дали чисто материально? Каждый раз по этому поводу говорят. Зато можно ездить за границу. Я спрашиваю, кому? Кому можно ездить за границу? Вот этим 2-3% я не вылезаю из этого за границу. Я могу летать любым классом, включая частными самолетами. И что? Это что-нибудь значит? Элита любой страны понимает то, что я пытался очень долго объяснить ей в 96-м году. И как бы я тогда довольно тесно взаимодействовал со всеми теми, кого называли потом олигархами. Я пытался все время спросить, ну вот это надо, что это? Сколько стоит ядерная страна с ядерным оружием на шестую часть планеты с живым населением и с такими историческими и прочими традициями? Сколько она стоит как страна? 20 триллионов долларов, 40 триллионов долларов, 100 триллионов долларов. Что по отношению к ней, вот просто чисто циничной точки зрения, хотя никогда циничная точка зрения в мире не побеждает. Вот что по отношению к ней, ваши бумажки, они ничто. А люди этого не понимают. Как не понимают они того, что состояние Goldman Sachs сейчас составляет 3,5-4 триллиона долларов по отношению к этим состояниям. Все наши миллиардеры, они никто, их просто не видно. Это пыль у ног правящего мирового класса. И вот эти дяди, которых я хорошо знаю, с тяжелыми пигментными пятнами в руках и триллионами долларов в кармане, они ведь живут только одним, вот игрой. Вот этим ломбарным столом, на котором передвигаются какие-то фишки. Они уже не могут не есть ничего особенного, кроме каши. Они еле передвигаются, и вот только вот эти фишки на огромном столе, на котором наших опять не видно. Не видно. Их нет, их в микрошкоп нельзя увидеть. И вот этот колоссальный перекос связан с элементарной вещью. Элементарной. Государство, это очень простая вещь. Каждый, кто его по-настоящему хочет, понимает, что это армия с сытым, сильным солдатом. Он не может быть дистрофиком. И их должно быть много. Они должны владеть современной техникой. Это техника, потому что современный танк или самолет, это не танк или самолет середины 20 века. Это устройство, начиненное электроникой. И не поставить туда закладки, это надо быть просто себя не уважать. Значит, вся эта западная техника, которую сейчас покупают, она вся просто в электронных закладках, она остановится в любую минуту, когда ее начнут приводить в действие. Значит, это должна быть своя техника. Но тогда свои инженеры должны получать деньги. Но не может быть только инженеры, преподаватели, учителя. И все, суп из топора. И вдруг оказывается, что вся жизнь, если ты последний бандит, неизвестно кто, и тебе нужно государство, то вся жизнь вот из этой поворачивается сюда. А на сегодняшний день есть какое-то ощущение пренебрежения ко всему этому основному. И из этого пренебрежения вытекает, в частности, функционирование очень многих сфер. Все понимают, что ящик — это власть. Все рассматривают ящик или телевидение как власть. Все понимают, что это основная власть. Более того, в мире сейчас идут такие сдвиги, которые называются вот нетократия. Это же власть сетей. Это говорят о следующем, что вот эта четвертая власть, которая, вот эта электроника и все прочее, электронные средства массовой информации, вот эта власть, она хочет превратить политику в шоуменов. Она просто развлекается, смотрит на них и развлекается. И, так сказать, рано или поздно она хочет, чтобы эта политика была убита вообще. Посмотрите, с какой легкостью наши политики, там, не знаю, команда Жириновский или кто-то, выступают в различных спектаклях, играют в каких-нибудь там комедиях или где-то еще. Вот есть такое ощущение, что политика из дела серьезного очень сильно пытается превратиться, ее пытаются превратить вот в такое развлечение. Но тогда какой-то новый класс выходит на сцену, потому что власть не перестанет быть делом серьезным, просто она окажется в новых руках. И так, что происходит с телевидением и всем прочим с этой точки зрения? Идет общемировой процесс, который остановить невозможно. И вот он для вас, он будет всем. Для нас. Он уже остаточный, так мы наблюдаем его с некой меланхолию, а вы в него войдете, вот вы только успеете выйти с учебных скамей, и вы войдете в этот процесс. Что же это за великий, колоссальный процесс, который никто не может остановить? Это процесс удешевления хадвара масс-медийного и удорожания софтвора. В классическом мире есть хадвар, останкинские башни, гигантские какие-нибудь пульты с переключающимися рубильниками, вся техника, которая находится, например, в руках государства или какого-нибудь узкого господствующего класса. И кого пустили на эту технику, тот и знаменитость. Пустили на главный канал в прайм-тайм, главная знаменитость. Пустили на обычный канал, не в прайм-тайм, средняя знаменитость. На заурядный канал, малая знаменитость. Все определяется теми, кто держит в руках гигантскую империю этого железа и передвигает рубильник. Есть каналы, ОРТ, РТР и так далее. Вот вы на них оказались, плиз, вы уже знаменитый. Конечно, если вы можете этим пользоваться, ну, не слишком глупые, у вас как-то шевелится язык, но в принципе вас можно назначить. Через 2, 3, 4 года цифровое телевидение превратит кабельные каналы, которые сейчас, ну, на раскрутку, на вскидку, небольшие каналы спутниковые, это 20, 30, 40 миллионов долларов, превратит в средства массовой информации ценой в 1-2 миллиона долларов. Их будет 700, 800. Держатели инфраструктуры окажутся в новых отношениях с теми, кто должен привлекать на эту структуру зрителя. Это не так, что если у меня есть позиция, я ее включил и, пожалуйста, слушайте меня, а кого вы еще будете слушать? Есть одна кнопка. Это будет по-другому. Параллельно с этим происходит еще более мощный процесс. Американцы в ближайшие 2-3 года повесят 200-300 спутников низкоорбитальных с интернетом. И там вообще уже будет непонятно, сколько будет стоить через 5-7 лет электронные СМИ. Останется чистый софт. Вот есть человек, который может говорить и, так сказать, привлекать эти голоса. Хорошо. Нет его, нажали другую кнопку и посмотрели, где он есть. Все. Возникает абсолютно новая действительность, а поскольку ящик и впрямь власть, то власть перетекает из рук бюрократии, которая хочет ее держать, в чьи-то новые руки. Кто окажется там господином этой власти, еще неизвестно. Но то, что она перетекает, и то, что масс-медиа будет меняться и трансформироваться в ближайшие десятилетия колоссальным образом, это очевидно. И там возникнет вопрос о том, что же вот эта аттракция, что притягивает. В разговоре вот с людьми, которые делали этот суд времени, а я совершенно не хотел в этом участвовать, очень отникивался, и меня привлекла одна фраза. Женщина главная, которая этим занималась, Наталья Никонова, которая сейчас на втором канале, она вдруг сказала, да вот, нету шоу бесподлинности. Меня так развлекала эта фраза. Ну, нету шоу бесподлинности, понимаете? Ну, в моем понимании, либо шоу, либо подлинность. Ну, нет шоу бесподлинности. Ну, хоть любых мальчишек выбирать там, хоть кого ставь, хоть два метра ростом, хоть там отбирай их 50 раз, нету подлинности, нету аттракции, не привлекает. Не может привлекать. Мне стало очень весело, потому что я подумал, а что победит-то? Шоу победит подлинность или подлинность победит шоу? Когда-то такой политик русский Ленин говорил по другому сходному поводу, либо вши уничтожит социализм, либо социализм уничтожит вшей. Так вот, смысл заключается, либо подлинность уничтожит шоу, либо шоу уничтожит подлинность. Не может быть подлинности шоу в одном пакете. В чем могут быть социалистические вши или вшивый социализм? Согласен, Виталий Витальевич. Но смысл, может быть, со вшами можно, но с подлинностью гораздо труднее. Потому что по большому поводу, и я это давно знаю, любая подлинность, любая подлинность — это метафизика. Но у человека что-то есть за чертой жизни и смерти. Он во что-то верит. Он в какой-то части самого себя непоколебимо серьезен. Он вот в это верит, он эту веру не меняет. И это и есть то, что я пытаюсь довольно долго транслировать нашим коллегам во власти. Они никак не могут этого понять и считают, что это от лукавого. В кабинете у каждого политика над столом должен висеть плакат с очень простой надписью «Миром правит невещественное». Миром не может править вещественное. Вот не может и все. Вот нет идеологии, нету, так сказать, смыслов, нет чего-то, за что человек может гибнуть. Убивать можно за деньги, умирать можно только за идеи. Вот так устроена жизнь. Вот нету этого невещественного. Все. В России безумно раздулый регистр, связанный с деньгами. Всем кажется, что вот деньги, материальные возможности, они все определяют все. Они никогда не будут определять все. Потому что если в России не будет идей, крупных, подлинных идей, то даже банк не будет. Рассыпется все, включая бандитов. Потому что непонятно, вокруг чего должны собираться бандиты. Деньги могут только разделять. Ну и наконец, когда говорят, что все там, деньги... Вот когда-то я присутствовал на заседаниях, где говорилось, что в России деньги станут национальной идеей. Это было, как теперь говорят в Лихии 90-е. А как национальные идеи? То есть всем, да, но это же криминальное государство. Как может деньги стать национальной идеей? И как у вас они могут стать национальной идеей? То есть вы готовы продать за деньги любовь, да? Родители тоже. Где начинается черта того, что вы не продадите? Если ее нет нигде, то нет человека. Если мать может продать за деньги ребенка и так далее, то человека уже нет. А если эта черта есть, то значит есть подлинность. Есть та черта, за которой вы не можете обменять качество, царство качества, как говорил Реногино, на царство количества. Деньги определяют количество, а есть качество. И в пределах этого качества и развернется вся борьба за телевидение. Вот возникнет зона, в которой действительно всерьез существует подлинность. И эта зона начнет бороться с зоной тотальной неподлинности. Вот что победит? Что победит в России в течение ближайших 10 лет? Вот возникнет ли вот этот полный, абсолютный несерьез, да? Или он не возникнет. Вокруг этой передачи «Сот времени» все время, так сказать, противники мои, когда они обсуждали количество голосов, говорили «шоу маст гоу». Шоу маст гоу. Это все шоу. Это они шутят. Наверное, они там пожимают друг к другу руки в перерыве. У них там между собой договариваются, что будет. Вот попытка убедить, что все неподлинно, что подлинности нет вообще, будет бороться с попыткой однажды выдвинуть эту подлинность и с помощью этой подлинности повернуть все тенденции. Я не знаю, будет это через 5 лет, через 5 месяцев или через 8 лет. Но это обязательно будет, потому что не может неподлинность господствовать над миром. В этом смысле Дуан де Сент-Кокзупери в одном из своих произведений описал очень интересный случай. Они пригласили арабов, таких непримиренных арабов из Африки, пригласили их в Париж. И эти арабы сели у фонтана и стали смотреть, как из фонтана течет вода. А перед этим они уже соглашались примириться, потому что у них был очень интересный капитан французский Банафу, который они видели, что он как настоящий араб, он смелый, он не боится, он дерзает и все прочее. Они сказали, ну ладно, если есть такой Банафу, то мы готовы разговаривать с французами. И вот они приехали в Париж, а там фонтан был. И они сели, арабы, и смотрят на этот фонтан. Он говорит, ну пора куда-нибудь еще идти, проходит час, говорит, как, надо подождать. Проходит еще час, говорит, надо идти, говорит, не, мы подождем. Говорит, а чего вы ждете? Говорит, ну когда-нибудь вода кончится? Она же должна кончиться. Они просидели несколько часов, им объяснили, что вода не кончится. Они походили по Парижу еще четыре дня и сказали, что примиряться не будут, что начнется непримиримая война. И когда они спросили, а почему? Араб ответил этому французу, зачем тебе твой капитан Банафу и вся эта твоя вода, если у тебя нет Бога? Вот многое из того, что мы видим, связано с этим. Ну назовем это подлинностью, назовем это готовностью людей на самопожертвование, назовем это внутренней серьезностью. Рано или поздно окажется, что 20 актеров будут развлекать, а у одного внутри будет эта серьезность и эта подлинность, и он ее перенесет через рампу. И все придут к этому одному. Так устроен мир. Поэтому завтра, я могу здесь сказать, произойдет два процесса. Вам все важнее будет становиться контент, содержание, софт, первое. Внутри этого софта гидром все равно станет подлинность, это второе. Третье. Каждый раз, когда вам говорят, что подлинности нет, а есть только бесконечное царство имитации симулякров, там, видимостей, успехов и всего этого прочего, это ложь. И в сердцевине любого великого успеха находится та или иная подлинность. Я знаю это, потому что я знаю актеров. Актеры бывают очень сложными людьми, иногда очень глупыми людьми, совсем не такими, как они кажутся с экрана. Но каждый раз, когда актер этот не просто нравится, а когда он нужен, вот научитесь чувствовать разницу между словами интересно, любопытно, нравится и словом нужно. Вот когда этот актер становится нужен, как нужна была Актера Ржевская, как нужен был Хмелев и другие, как нужен был Высоцкий. Вот когда возникает это слово нужен, вот каждый раз это означает, что внутри этого актера, при любой его продажности, при любой его гибкости, есть какая-то подлинность. Я никогда не забуду, какой плохой был фильм, «Сказка странствий», «Меты», в которой был Миронов Андрей. И вдруг там какая-то девочка говорит ему, там они идут на дороге, «Ну ты что, ты меня бросишь?» Он говорит, «Нет, я тебя не брошу». Это была потрясающая фраза, потому что говорил сам Миронов. Он говорил, вот я такой, как я есть, изгвазданный, ни на что уже негодный, полупогибший человек, я девочку на дороге не брошу. Он сам себе отвечал на этот вопрос, бросит он девочку на дороге или нет. Он не в кино отвечал, так сказать, для того, чтобы получить больше кассу. Он отвечал самому себе, потому что он уже болел, и для него было безумно важно в какой-то момент жизни решить для себя какую-то простую элементарную теорему, такую метафизическую. Все равно подлинность победит, все равно эта подлинность все больше и больше будет захватывать софт, потому что все неподлинное будет неотличимо друг от друга. Конкуренция неподлинности рано или поздно приведет к тому, что уже вообще нельзя понять, чем 185 канал будет отличаться с 820. Поэтому, если говорить о том, в какой мир вы входите, вы входите в мир, в котором эта подлинность все равно войдет в свои права. Вот она вот-вот туда войдет, вместе с теми процессами, которые я описал. А входите вы из состояния, когда вас всячески хотят убедить, что подлинности уже нет. То есть только успех, только царство количество, что каждый, кто верит во что-то другое, окажется на обочине, и это правда, к сожалению. Поэтому вам придется решать какую-то диалектическую теорему. С одной стороны, все вроде бы и так, что ее нет, и она исчезает, а с другой стороны, будущее за ней. Вот в любом виде оно за ней. Не знаю, как каждый решит это для себя, но тот, кто подлинность сохранит и разовьет, в конечном итоге окажется ну как бы и господином ситуации. Только если он начнет сохранять и развивать подлинность для того, чтобы преуспеть, то она исчезнет. Это такая странная штучка подлинная, что когда ты ее культивируешь с тем, чтобы, так сказать, преуспеть, она исчезает. Вот нельзя играть в подлинность. В этом смысле перед вами два огромных царства профессии. Царство игры, в которой все имитация, все есть калькуляция и попытка успеха. И царство истории. Вот царство истории все равно победить над царством игры, если у человечества найдется еще энергия, страсть, мечта, но в противном случае она просто кончится. И тогда его прикончит кто угодно, какой-нибудь человек в челме или, так сказать, я не знаю, террорист без всякой челмы, которые скажут, что зачем это все нужно, если это так омерзительно. Важно, что все равно вот эта борьба идет. И вот завтра, послезавтра вы начнете выпускать передачи, и перед вами эта проблема встанет во весь рост чисто профессиональной. Вот как хлеб профессии, не как умные высокие разговоры дяди, которые у всех учат быть нециничными, прекрасно понимая, что это невозможно. А вот как реальный хлеб вашей профессии. Вот она надвигается, эта проблема, еще пройдет совсем немного времени, и каждого из вас, она ляжет, так сказать, на компьютер и на кейс, и, так сказать, на бумагу. Вот никуда от нее не уйти. Как опять говорил Маяковский по сходному тоже с Лениным связанному поводу, ее ни объехать, ни обойти. Там было сказано, единственный выход взорвать, но эту проблему и не взорвать. Она вот просто ляжет на стол перед всеми нами, и в конечном итоге она определяется совершенно нематериальными вещами. Зачем это нужно? Зачем ты это делаешь? Почему ты это делаешь? Какие струны в твоей душе, кроме успеха, откликаются на то, что ты делаешь? Нужно ли это хоть кому-то? Можешь ли ты сострадать тем, для кого ты это делаешь? Несешь ли ты им какой-то настоящий месседж? Вот это все вдруг станет безумно важным. Потому что вне этого вдруг окажется, что вся гигантская империя четвертой власти – это труха. Просто труха. И ничего другого. Я могу на десятках примерах показать вам, как это работает в конкретном случае, в любом конкретном случае, в отдельном выступлении, в разговоре с людьми, в принципах монтажа передач, в построении художественных образов, во всем. Вот работа и по существу только эта. Сергей Иванович, у нас есть еще вопросы. Как удобнее, чтобы я их зачитывал? Как вам удобнее? Так, хорошо. Будем, как всегда, чередовать письменные отсюда и отсюда из зала. До этого еще одно замечание. Безусловно, то, о чем сейчас Сергей Ирландович говорил, добавляет к тем качествам, по которым он обыгрывает, обстагирующийся от того, что он здесь присутствует, это не лезть, это просто профессиональная оценка, по которому он обыгрывает другие телевизионные лица, это как раз подлинность. Ошибается он, заблуждается, кипятится или говорит спокойно, как сегодня. Вообще, он сегодня такое ощущение, что половину своего темперамента оставил за пределами этого здания. Видно, что он так действительно и думает. А другие хамят, но ненатурально отрабатывая. Я говорю о конкретных телевизионных звездах, которые хамство сделали там своей профессией. И Сергей, у меня два вопроса. Вопросы, они важные. Первое, ты все-таки очень часто появляешься, то есть часто, более чем часто появляешься на всех каналах и многих передачах. Но вот этот проект, он вымотал тебя, ты почувствовал какую усталость. Тебе к концу его хотелось все бросить на его к черту, отставить на его к черту. И второе, пришлось ли тебе, даже стояблезионным оптом и режиссерским, все-таки втягиваться в эту, специально готовиться, настраивать себя. Это чудовищный проект. Суд времени, это чудовищный проект. Дело не в том, не просто в том, ну он дорогой, там много людей работало, но я не мог пользоваться услугами никого, кроме как поддержкой своего центра. У меня работали, предположим, 25 ключевых аналитиков, так в целом 100 человек. Вот все эти 100 человек работали на этот проект. Поэтому суд времени нас чуть не разорил. Мы, кроме всего прочего, одна из таких, организация закрытого консалтинга, очень, так сказать, как теперь угодно, успешных, да? Вот. Мы бросили все, и вот все эти люди, вот сидящие здесь, Аня Кудинова, заместить, все эти люди ночами работали на то, чтобы подбирать эти доказательства. Я узнал об истории больше, чем я знал за предыдущую свою жизнь. У меня отец довольно известный историк, так вообще я жил, копался в этих исторических рукописях с детства, но я узнал за это время больше, чем за все. Просто это была невероятно выматывающая машина. Ну и второе, степень ненависти росла непрерывно с каждой очередной победой. Вот ты побеждаешь еще раз. Вот эти цифры стали кошмаром. Вот есть такая, господи Петровская и Ларина, вот они меня все обсуждают, и я, поскольку, я помимо двух образований, которые говорит Виталий Витальевич, у меня еще, ну, поучастным образом получал в советское время образование профессионального психоаналитика и действительно мог работать с людьми. Я был практикующий аналитик. Вот. То когда там идет разговор, я прямо называю, как это такая вот, ну вот я все фобии, такие ключевые, психоаналитические вытеснения, да, я вот вижу, он говорит, ну а эти цифры, не говори о них, не надо, не надо, нет, ну как же, я все время думаю, не надо, выброси это с головы, об этом не надо думать, не надо, нет, нет, вот это классическое, такая вот психоаналитическая, нет, нет, вот эти цифры абсолютно висят над сознанием всех этих людей, а вот теперь еще после этого поединка, где они пытались сказать, что цифры неподлинные, потому что там что-то со счетчиком не то, и когда сейчас это все ломанулось уже на РТР, они просто абсолютно заворожены цифрами, и чем больше они их видели, тем меньше они, больше они понимали, что это непреодолимо, тем больше они зверели, поэтому те 10%, которые там, те, кто это наблюдал, видели, ничто под теми 90% хамства, в которых это было непрерывно погружено, то есть непрерывно, и мне очень долго, вот к вопросу о подлинности, я не мог как актер найти, но точку устойчивости, вот я думаю, вот зачем это все, вот как мне не потерять самообладание, почему я должен находиться все время в этой ситуации поношения, мне вот ничего не надо, когда я не телевизионная звезда, и когда я это нашел, когда я однажды ночью ответил себе на вопрос, что я защищаю мертвых, вот к вопросу о метафизике, вот вопрос заключается не в том, что я это себе сказал, а вот тогда ночью я поверил в это, и с момента, когда я поверил, мне стало просто невыразимо легко, вот все это уже отскакивало. Понятно, сначала из зала, и потом, да, ну давайте начнем с вас. Здравствуйте, Саакян Элизабет, во-первых, хотелось бы сказать пару слов по поводу поединка с Венедиктовым. У вас была достаточно сложная позиция, но вы так логично, грамотно и аргументированно ее выстроили, отстояли свою точку зрения, низкий вам поклон. Я даже взяла и проголосовала, я никогда этого не делала, но я это сделала. А теперь вопрос. Он достаточно резкий, но тем не менее, он мне не дает покоя. Общество, как мне кажется, разделилось на два лагеря. Достаточно жесткие и резкие лозунги. Первый лагерь – Россия для русских, второй лагерь – Россия для россиян. Первый взрывает вторых, вторые бьют и выходят на дебош, на площади центральной. Вот. Это, мне кажется, непрерывный такой замкнутый круг. И, как мне кажется, выход из этого замкнутого круга, к сожалению, может стать гражданская война. Мне так кажется. А как вам кажется, какой выход из этой ситуации? Спасибо. Спасибо. Я скажу то, что, как мне очень принято говорить, и надеюсь, что меня правильно поймут, ну, я воспитан в интернационалистической семье, но просто проявляюсь олицетворением, смешением всего чего угодно. Мой отец приехал из кавказской бедной деревни в Москву, а моя прабабушка – княжна Мещерская. Ну, вот все вот так вот смешалось, да? Все крови, все нации. Я считаю, что это вообще принцип империи, да? Но страны могут существовать двумя способами – как национальные, как имперские. Россия существует только как империя. В империи национального вопроса в этом смысле быть не может. При этом мы все понимаем, что это русская империя просто по факту того, что мы по-русски говорим. Мы говорим по-русски, центром ее народ-держатель. В России мы два народа могут держать империю, да? Ну, русские и тюрки, да? Никто другой не может, потому что просто нужно, чтобы много было, да? И в этом смысле вместе с смертью русских и их отказом от империи рухнет государство, да? И так, в этом смысле вы должны четко ощутить разницу и коварство разницы между явлениями, которые внушают, которыми вас пугают, и явлениями, которые вы видите. Русский шовинизм, ну, это когда очень сильно говорят, ты под нами, даже он сейчас не страшен для государства. Русские не шовинисты, никогда им не будут, и в них этого нет. Но даже если они чуть-чуть в эту сторону сдвинутся, это не страшно. Русский национализм совсем не страшен, потому что никто не понимает, что такое нация. Нация — это культура, язык, это священные камни, верность истории и гражданство, да? Никто во Франции не будет раскапывать, кто Гау, а кто, там, не знаю, Франк, да? Это невозможно. Это однажды сделал Аббат Сиес перед французской революцией, но это было во время уже. И это была какая-то такая, ну, специально-декларативная глупость. Итак, ни русский национализм, ни русский шовинизм в этом смысле не являются актуальными опасностями, и никакие эти демонстрации на манеже ничего не знают, поскольку вообще-то это вообще и совсем еще другое. А вот есть русская ксенофобия. Ксенофобия есть не разновидность шовинизма и национализма, а прямая противоположность. Программирование русских на ксенофобию уничтожает их тотально. Малые народы понимают, что такое геноцид. Русским очень трудно объяснить, что такое геноцид. Ксенофобия уничтожит русских тотально, потому что чем ксенофобия отличается от шовинизма? Шовинизм это когда русский хочет и тут стоять, и всем указывать, и тут стоять, то есть когда его желудок, образно говоря, переваривает всю пищу. Он и бифштекс съел, и с сосисками, и еще там мороженое навернул, и все хорошо. А когда рвет от стакана воды, и когда говорят, только мы не видя чужих, только черту этих чурок, все это нафиг, нафиг, не надо. Это состояние предсмертное. Это не национализм, это не шовинизм. И очень хочется совсем злым силам, совсем злым, повернуть русскую, национальную, и даже шовинистическую энергию в абсолютно смертельную сторону ксенофобии. Потому что возунг, где матерное слово и Кавказ, это приговор себя к смерти. Я говорил со всеми этими националистическими лидерами. Вот самыми, вы понимаете, да, что я нахожусь в той части. Абсолютно нормальный разговор. Выходил мужик с моего клуба, у меня крыша поехала, я все переосмысливаю. Они это не понимают, несчастные, что их программируют на самоуничтожение. Отделяется Кавказ, обнажается Волга, один удар по этой Волге, развамывается евразийская плита, все источники энергии остаются в Сибири, трубопроводы сходятся вокруг Башкирии и Татари, все, мат. Вот здесь, в этой ксенофобической системе, вот здесь, будет не такая несовершенная жизнь, в которой вы живете, здесь будут трупы на улицах валяться, голодные. И это будет абсолютным концом русского народа. Абсолютным. Понимаете? Поэтому вопрос сейчас встает и я, и в конце концов в этом опять-таки есть какая-то странная катастрофа, которую мы все из деликатности не можем произнести. Ну, кто главный проповедник, так сказать, такого вот ксенофобического, этнократического русизма? Господин Белковский. Вы видели господина Белковского? Ну, просто фотографию. В московском комсомольце он периодически пишет колонки, понимаете, что это сознательная, хамская форма издевательства, что есть дегенерат Ваня, которого просто возьмут вот так и поведут в любую сторону. И он пойдет на самоуничтожение. И в этом смысле, об этом сейчас надо говорить. Но никого не хватает смелости это сказать, потому что возникает запрет на национализм и все прочее. Уверяю вас, что русский национализм будет спасителен для всех, кто здесь живет. Спасителен. Но его нет. Всем, кто здесь живет, угрожает одно – смерть русских. Вот с самого момента, когда смерть наступит, а русские никогда не были так близки к этому, как сейчас. Вот когда она наступит, все остальное умрет тоже. Все. Сергей Иванович, все. На эту точку здесь поставим, просто чтобы были еще... Будем чередовать. Вопрос очень прагматический. Какие передачи я читаю по заготовленному списку? Какие политические передачи стоят ваше внимание? То есть, что вы рекомендуете смотреть аудитории? Какие нравятся лично вам? Мне стыдно, но я очень мало смотрю. Я с собой мало смотрю. Мне кажется, что чем больше содержания, тем лучше. Чем больше содержания, тем лучше. Вот как-то вот так. И чем меньше в этом смысле крика, тем лучше. У меня грустно от того, до какого состояния доведено политическое телевидение. Но без всякой попытки что-либо компрометировать, как здесь комплиментизировать по принципу, за что же не боясь греха, «Кукушка хвалит петуха», я должен сказать, что мне ближе всех передачи Третьякова. Я вам скажу, по каким параметрам, чтобы не было ощущения, что я реверансом отделываюсь. Она спокойная. Он уважает тех, с кем разговаривает. И он дает им говорить. И ему интересно, когда они говорят что-нибудь умное. Вот все это отсутствует. Всем неинтересно, когда умные. Все хотят рвать на себе рубаху, и все не уважают своих гостей. Вот Кукушка в этом смысле олицетворяет собой кавказский принцип, что если ты пригласил в дом людей, это они твои гости, то ты их должен уважать. Этот принцип тотально отсутствует. Ну скажите, что я неправду говорю. Это же действительно так. Точку поставим здесь. Это был вопрос Дарьи Адьян, а не мой. Ответ я не предполагал, какой будет. Так, кто это? Здравствуйте, меня зовут Козлова Ксения. Второй курс по кавриатам. Вопросов у меня два к вам. Первый вопрос, что для вас происходит с глобализацией, и с вашей точки зрения, чем он для нас кончится. То есть, какие минусы глобализации, какие отрицательные стороны глобализации. И второй вопрос, читали ли вы Николая Старикова, если не считали, скажу, там была такая идея, что, скажем так, англосаксонская вот эта вот культура, она доминатна над всем миром, да, и все вот эти вот внутренние процессы политические, да, они все управляются англосаксонами. То есть... Понятно, понятно. Дайте это... Я вам должен здесь... Следующий, кто будет задать вопрос, возьмите микрофон, передайте потом. Я, к сожалению, не могу. У меня сейчас выйдет... Я сейчас на интернете начал вести такое для себя такое мелкое развлечение, которое называется «Суть времени». То есть, я просто считаю большие лекции по полтора часа, как бы, они довольно ошеломляющие, много людей на них ходят. Но это может быть и отзвук телевидения, я не знаю, а может, действительно нужно. Но вот я там буду подробно говорить. Значит, мир сейчас формируется в совершенно новой основе, на которой есть большой юг. Вот вы прямо видите, как он формируется. Его формируют американцы. Есть сейчас еще остался один хотя бы идиот, который не понял до конца, что вся Великая Исламская революция, происходящая на глазах, это просто американцы. Вот натурально просто. Натурально. Обама когда сказал, что пала новая Берлинская стена. Есть какие-то еще люди, которые не понимают, что у них происходит перед глазами? Я 20 лет потратил на то, чтобы объяснить, что радикальный исламизм не враждебен американцам, а существует вместе с ними. 20 лет я ломлюсь в эту открытую дверь с израильтянами и кем угодно. Никто не хочет понимать очевидного. И так есть этот большой юг, есть запад, большой запад, который формируется как некий сервис, уже даже не индустриальный, и есть большой Дальний Восток. А больше американцы ничего не хотят получить. Вот это регион, где за счет того, что очень быстро все растет, а растет оно, потому что населения много, оно готово работать, и оно полунищее, поэтому оно быстро готово работать за маленькие деньги. Вот этот большой Дальний Восток из Китая, Индии, Кореи, Вьетнама, я сейчас из Вьетнама приехал, потрясающее впечатление. Все говорят, обгонит ли Китай Россию, и Россия давно обогнала Россию, сейчас Вьетнам обгоняет Россию. И Вьетнама, и других вот этих мест, это быстро растущий регион. И это регион классического модерна. Это регион, где говорят, да не надо вам никакого модерна, нам верблюды нужны, шатры и все прочее, а модерн, ваш это скверно, это контр-модерн. И это пост-модерн. Большой Запад, который действует как финансовый сервисный центр. Вот Большой Запад хочет создать этот Большой Юг как единое целое, и кинуть его энергию на Большой Восток, который для него самая большая опасность. Я очень много провел времени в диалогах с американцами, израильтянами и другими. Могу вам сказать твердо, мой сухой остаток. Реально объединяющая всех концепции американцев заключается в следующем. Самая опасная та страна, которая в наибольшей степени может бросить вызов могуществу Соединенных Штатов. Точка. Плевать на идеологию, плевать на степень враждебности и невраждебности. Можешь бросить вызов, подошел к моменту, когда можешь бросить, опасен. Вот сейчас американцы прекрасно понимают, что этот Большой Дальний Восток есть самая большая опасность. Для этого формируется вот этот исландский, большой исламистский юг неразвития вместе с вот этим вот постмодерном. Мы будем жить в этом мире. Мы уже живем в мире. Он формируется. России в этом мире места нет. Не, ну вообще она вот здесь, вот она посередине. Тут же, вот-вот. Мы фенаризовали. В России места нет. Россия может ворваться, только сказав, что идите вы вон с таким разделением на три части. Мы предлагаем другую картину мира. Потому что эта картина мира, это катастрофа, мировая война. Но она формируется на глазах. И исчезновение Советского Союза. Поэтому, кто любит коммунизм, кто никакого безнического значения не имеет. Могут ненавидеть коммунизм. Надо понимать, что это действительно не только геополитическая катастрофа, как сказал Путин, но и метафизическая, то есть смысловая. Вот сейчас формируется вот этот мир. Англосаксы хотят управлять, я отвечаю на ваш вопрос, через хаос. Они поняли, что через порядок они управлять не могут. А в чем я согласен? Здесь и с Тариком, и всем прочим. Англосакс власть не отдаст никогда. Вот в этом его сила. Он будет ее держать до конца и любыми средствами. Если новый мировой порядок не получился, а он сломался в Ираке, будет новый мировой беспорядок. Мы входим в зону нового мирового беспорядка, где американцы хотят управлять беспорядком, непорядком, потому что они отказались от этого. У них не хватает сил. А беспорядком. Вот это новый мир. Вот прямо на глазах у нас формируется. Он опасный, поэтому не могу сказать, что это так радостно, но когда такие эксперименты, такой масштаб доказательств, то меня как ученого, который этим занимается 20 лет, охватывает и некая радость. Ну вот он, термояд. Вот теперь должны увидеть все. Вот теперь говорили, людям говорили, вот теперь должны увидеть все. К сожалению, те, кому это надо, и сейчас не видят. Так, очень практический вопрос, но важный в принципе. Какие дисциплины, по вашему мнению, следует преподавать будущим журналистам, ну и телевизионщикам, Кристину Дунаеву? Ну, специальное отбрасывание, а вот из гуманитарного или естественного научного цикла? Я считаю, что очень сильно, что, вот у меня есть одна вещь, вот насчет телевидения. Вот нельзя управлять средствами массовой информации без идеологии. Вот убейте меня, расстреляйте, повесьте, но я точно убежден, что управлять ящиком директивно невозможно. И люди, которые готовят себя к этой профессии, должны понимать, что идеология, это не пустой звук, это не отзвук далекого прошлого. Идеология, культурология политическая, опять-таки, все-таки основа теории общественного процесса, теория образов, не эстетика такая, а вот все-таки, как это все устроено. Мне кажется, что журналист, конечно, очень такая грубо натуральная профессия, этим она хороша, но, в принципе, чуть-чуть вот этого всего не испортит журналиста. Я в этом смысле хотел бы оппонировать с очень любимым мною филологом, специалистом по античности, ныне давно уже покойной, Грабарь Пасок была такая. Вот она воспитала Аверинцева, Каспарова, вот всех этих антиков. Ей однажды в замену поставили читать античность Гомера на журналистском факультете. Она-то вообще читала на других факультетах, филологическом там. Но они шумели, она была очень пожилой человек, с палочкой, она так стукнула, они замолчали, она сказала, Гомера, надо читать на коленях! Сделала Павелского, и не вам! Так надо читать Гомера! Сергей Иванович, это мы с палочкой не стучим пока, но возможно придется, но это внушаем, это внушаем, и Гомера читаем. Так, у кого микрофон? Да, пожалуйста. Сергей Иванович, Сергей Иванович, второй вопрос, как вы относитесь к возможности перехода в систему образования на платную, полуплатную основу учебных чреватых? И второй вопрос, по вашему мнению, что должно делать Россия, чтобы избежать чрезмерного внедрения Запада и вообще избавиться? Я думаю, что в России сейчас все так устроено, что этот номер не пройдет. Сергей Иванович, этот факультет пока полностью платный. Я не говорю не об этом. Не, я... Я не говорю не об этом. Просто уточняю. Пусть их будет... Пусть они будут платные. Вот я не ханжа. Пусть те, кто могут, платят миллион долларов за образование. Ради Бога! Ради Бога! Вопрос заключается в том, что говорит один из знакомых господина Фурсенко уже печатно. Когда его спрашивают, ну как бы, а разве это... А если бедные люди не смогут получать образование, то как он на это отвечает? Ну это не страшно, потому что, честно говоря, есть корреляция между богатством и умом. Да, вот за эту фразу во Франции, да, я даже не буду рассказывать, что бы с человеком сделали. Это только здесь этот номер проходит. Понимаете? Только здесь. Поэтому... Для записи этого... Я забыл, русский экономический институт какой-то. А, ну понятно. Русский экономический или финансовый институт. Это не министер. Нет, не министер. Нет, не министер. Бедный, способный человек. Должен иметь открытый канал социальной мобильности через образование. И он должен получать образование самого блестящего типа. Самого блестящего. Вот если ему закрывают дорогу, это преступление. А если другие, так сказать... Ну вот и слава богу, так сказать, давайте там будут созданы эти университеты по миллиону долларов за обучение каждого, а мы создадим, так сказать, там, я не знаю, бесплатную школу и посмотрим еще, откуда пойдут настоящие умы. Но только вот когда эту дорогу закрывают, это высшая разновидность расизма. Теперь, поскольку, поскольку Россия единственное, что может еще произвести, это уникально умных людей, то есть Россия может создать только супериндустриальное производство, не индустриальное, а супериндустриальное. То это для России вдвойне опасно. Русские до сих пор являются местом, где дофига ценнейшего ресурса на планете, умных людей. И что, этих людей будут делить по принципу богатой-бедной? Ну это же полный бред. Понятно. Второй вопрос. Просто у нас, я слежу за временем, Сергей. Какой-то второй вопрос. А, как от Запада избавиться вообще? Вообще это... Вообще. Вряд ли нужно. Известно, да. Вот есть понятие, я не знаю, гордость. Вот вы должны понять, что в каком-то смысле, в каком-то смысле вы... Ну вот вы умнее. Вот вы должны понять, в чем степень вашего некичливого превосходства. Вот здесь же сидят люди, особенно из платных факультетов, которые, наверное, чуть-чуть по миру поездили. Но вы понимаете, что там очень много тупых людей. Я не хочу сказать, что все, что, наверное... Ну вы же это видите. Вот вы должны каким-то способом это понять, что у вас есть какое-то превосходство. Ваш ум гибче, умнее. В нем еще есть любопытство, которое там нет. И что самое тяжелое, это если вы пытаетесь превратиться в них. Потому что им вы не нужны. А, так сказать, вы потеряете все свое и не приобретете ничего того. И в этом смысле второй раз говорю. Запад ставит непреодолимую границу между собой и Россией. Непреодолимую. Это... Очень многие либералы, очень многие просвещенные люди очень долго не могли меня понять, потому что они просто не верили тому, как глубоко там находится это отторжение. Какой там внутренний запрет на равенство с вами. Вот какое там высокомерное и неизвестно на чем находящееся чувство превосходства по отношению к вам. Когда... Самое лучшее, что может для этого быть, это поработать там, да, и увидеть это воочию. Вот там, вот погрузившись в среду. Это бесконечный опыт. Я вижу сейчас людей лет около 40, которые возвращаются оттуда, преуспев, с чувством клокочущей ненависти. И все, что я, например, считаю нужным, это сдерживать эту ненависть и не давать ей прорываться в экстремальных формах. Поэтому, как только в России сформируется своя интеллигенция, не побоюсь этого слова, национальная, не побоюсь еще слова, национально-освободительная, то чем она будет при этом умнее и мягче, чем быстрее будет преодолен комплекс неполноценности перед Западом, комплекс зависимости, низкопоклонства перед ним. А начиная с того момента, как это будет преодолено, Запад великолепное место, у которого надо учиться. Зачем его уничтожать или третировать? Это замечательное место, страшно не то, каков он сам по себе. Там есть, чему научиться, там есть, что презирать, есть, что уважать, там есть великолепные вещи. Например, вот это внутреннее чувство права и какого-то вот этого равенства. Там есть очень много хорошего, чего надо заимствовать, чего надо учиться. Но главное преодолеть в себе вот это чувство психологической зависимости и второе чувство абсолютной уверенности, что братаны, ну мы же вместе, мы же такие же, как мы, мы же блондин, мы же уже хорошо говорим, да, ну по-английски, ну мы вот это вот, да, да, русская свинья и так далее. Как она хрюкать? Вопрос, как вы считаете, чего не хватает телепрограммам детского жанра, как здесь написано, Виктория Кабахица, но вообще если я вот о телевидении для детей можешь что-то сказать? Должно ли я быть специфичным по отношению... Да, оно должно быть специфичным, оно должно быть умным и не побоюсь еще одного слова гуманистичным. Добрым. Добрым. Вот добрым по-настоящему. Оно должно, особенно детей, учить доброте в этом мире, потому что каждый день их учат обратно. вот как-то вот оно должно быть умным и добрым. И это очень важно, потому что оно таким было. Оно таким было. И это одна из самых сильных черт советского детского телевидения. Вот мы должны заняться детьми, потому что если не займется ими телевидение, то жизнь их может погубить. Еще раз напоминаю, каждый, кто считает, что рынок расставит приоритеты и жизнь сама все решит, должен начать на своем огороде. Если мы кинем детей в существующий славачизм, мы будем считать, что как они выплывут, так выплывут, мы погубим следующее поколение, а значит Россию целиком. Поэтому вот именно туда надо нести два месседжа. Ум и доброта. Ум и доброта. И сами эти месседжи туда не придут. Христос остановился в Ройболе. Ну тут много вопросов, часть повторяющихся. Какие вы видите будущие СНГ? У нас просто мало времени, но это вопрос. Первый момент, вот поверьте тому, что говорю. В первый момент, когда из Москвы повеет настоящим, добрым и теплым имперским ветром, все восстановится за три месяца. Без всякого насилия. Народы, которыми я разговариваю из бывших республик СССР, большинство, ну оставим там, при Балтике это тонкий вопрос, хотя, 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 и там все то же самое. Но более потаенно, там опаснее говорить. А вот другие народы говорят одно, Москва сошла с ума. Вот Москва сошла с ума. Это она все отделяет, это у нее какой-то задвиг, это она куда-то идет. Как только Москва в их понимании станет вменяемая, в несколько месяцев весь этот парад суверенитетов кончится. Все это пространство будет снова восстановлено. Быстро-быстро. И по известному принципу из фильма, я забыл, как он назывался, «Вокзал двух двоих», да, быстренько-быстренько-быстренько, быстро-быстренько, сама-сама-сама. Это будет сделано само. Вот понимаете? Вот так вот. Асанж, это такой же, есть такой Кадирхан, который якобы делал пакистанскую ядерную бомбу. Могу вам открыть секрет, что он ее не делал, он имитировал. Под ним работало несколько разведок мира. Могу их назвать подряд, но это более серьезный вопрос. А тут Асанж, это все то же самое. Мы говорим Асанж, подразумеваем. Помните, это был такой анекдот в советский период. Мы говорим Ленин, подразумеваем партия, мы говорим партия, подразумеваем Ленина. И так уже 70 лет говорим одно, подразумеваем другое. Так вот, смысл заключается в том, что мы говорим Асанж, подразумеваем. В первом приближении это нанятая частная разведка трех ключевых газет мира. Нью-Йорк Таймс, Гардиан, я сейчас забыл, кто третий. А за этим стоит просто разведсообщество. Это определенный клан в разведсообществе, никакого хакерской атаки не было. Все это была бумага. Вот это вытаскивали гигантскую помойку бумаги. Понимаете? И, так сказать, я это просто знаю случайно, конкретно, потому что то, что началось в виде Асанжа, мы наблюдали за полгода. В частности, в Германии. Вот поэтому это огромная спецоперация, проводимая вот одной из групп элиты. Ну, Асанж ее знаменует. Вот братья-мусульмане собирают египтян, а всем говорят, что это твиттер. Хотите, расскажу, что такое братья-мусульмане? Такая директивная, свирепая, тоталитарная организация, которая проходит во все свое египетское общество. Вот она собирает народ и говорит, а это у нас твиттеры. Ну, интересно, тут есть вопросы, как просто к интересному человеку. Кем вы стали, кем вы мечтали стать в детстве? Как вы, как вам пришла в голову идея создать свою студию? Как вы относитесь к актерам? Сергей Иванович, ну, это... Ну, в детстве я мечтал стать революционером. Мечтал в власти? Ну, не знаю. Ну, в смысле за распространение советской власти на весь мир или по свержению? Вот я, 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 по изменению. Мне казалось, что вторая красная революция, резкое изменение в Советском Союзе, вот этих вещей. Но главное, но главное там, если уж говорить до конца, то я вообще считал, что я погибну на баррикадах до 30 лет в детстве. Был твердо в этом убежден и очень огорчился, когда в последний раз уже в другом возрасте у меня отняли этот шанс в 93-м году. Значит, выведя с автоматами. Значит, в детстве я мечтал быть. Я из филологической и такой гуманитарной семьи. Мой отец довольно крупный историк, мать филолог. У меня есть монография о том, о Симане и так далее, в Институте мировой литературы работаю. Я все время вертелся в этом, потом стал математическим вундеркиндом, средние руки, я побеждал на каких-то математических олимпиадах. Меня подтащили в вечернюю спецматематическую школу. Там я настолько мне отвращение, это дух элитарности специфической, сейчас уже больше знаю, Дынкингенфанд, что это все было такое. Я шарахнулся и убежал из Мехмата отовсюду, а у меня был и есть близкий друг Михаил Шамилевич, с которым мы по жизни идем все время. И, так сказать, он сказал, что как-то мне не хочется в технический, я не могу в гуманитарный, куда же мы пойдем? А мы занимались экстремальным туризмом, мы пошли в Георазведочный институт. Там сразу взрыснилось очень многое. А я мечтал о театре, как-то у меня это начало получаться в 15-16 лет так, по-серьезному. И там я создал самодеятельный театр, в частности, вот в нем играл Павел Гусев, главный актера магазина Товосковского. Да? Да, он актер моего театра, он всем это рассказывает. Актер моего театра. От меня он. И много еще. И мой спарринг-партнер по самбо. Вот, да. Поэтому, когда я разговаривал с ним на одном суде времени, Паша понимал, что я знаю много конкретных. И дальше все это поволокло. Для меня театр всегда был идеологической площадкой. Вокруг него существовали философские и прочие нелегальные кружки. Очень быстро, когда началась перестройка, они превратились в центр. И так возникло то, что возникло. Так, есть вопросы? Пожалуйста. Здравствуйте. Вот в последней передаче поединок вы с Венегиптовой сказали, что Красная миссия еще не закончена. И в 2019 где-то нам о себе даст знать. Вы могли бы просто пояснить, что вы имеете в виду? Значит, происходит исчерпание. Это не так просто. Смотрите. Любой режим, власть, система, я здесь никакого отрицательного слова не придаю, она рождается на основе некого базового консенсуса, договоренности. Когда сформировалась революционная система в 17-м году, то в чем, что была рамка? Проклятый царизм. Проклятый царизм. Брежнев мог уже чокаться лично у портрета государя-императора, но он все равно говорил с трибуны проклятый царизм и все прочее. Система, которая сформировалась у нас, она сформировалась на основе антисоветского консенсуса, который все победители, что они делали? Проклятый совок. Они были вместе. Сначала это был Гайдар, и это был либеральный антикоммунизм. Потом это перешло уже Ельцин в 96-м, если помните, начал говорить, что он отец нации, что вообще-то надо взвешенно ко всему относиться, но Путин олицетворял собой вот это центристское я. За центристским, коммунизм это красивая сказка, сказал Путин, за центристским вариантом, наиболее взвешенным и умеренным в рамках этой системы, идет националистический ну условно Рогозин, да, фундаменталистский какие-то круги, предположим, православной церкви и фашистский. Все они одинаково не любят Советский Союз. Для этих это царство злых сил, для этих это царство неразумия, для этих это тоталитаризм. Гайдара отстрелили со всей либеральной парадигмой к 95-му году, в 94-му. Расстрел Белого дома, я это говорил, Раскольников говорил, я не себя убил, я старуху убил. Является концом либеральной парадигмы. Дальше очень долго это прорывалось в центризм, теперь это должно идти сюда. Мы видим у нас на глазах, как есть попытка повернуть назад, а это запрещено. Всеми законами политологии запрещено поворачиваться назад. Не может быть второго ренессанса либерализма. Он убит. И надо сказать, что на суде времени мы дали этот бой. И если вы наблюдаете за какими-то процессами, то все говорили о том, что будет десталинизация, десталинизация, да, как Василий Иванович говорил, вот вам они барабан, когда мы сказали, что кожу натянут на барабан, он начал ножом себя тыкать и говорить, вот вам они барабан. Так не будет этой десталинизации, она невозможна. Потому что это запрещенная ниша. Хотите десталинизации, пожалуйста, но ее поддержат 3% населения, 4, 5. Хотите такого? Строите репрессивный аппарат, который тоже будет внутренне сталинским, но вы его не построите. Куда идете? Значит, это поволочется сюда, вот он манеж, да, вот это уже поволочется сюда. Оно вот досюда не допредет, оно вот тут по дороге начнет взрываться. Оно начнет взрываться вот здесь где-нибудь, в 2015-м. Как только оно начнет взрываться, выяснится, что у нас есть одна возможность разломать стенки этого ящика, пробиться в сторону, сломать антисоветский консенсус, заменив его другим. Как только это сделают, восстановится все. К этому моменту окажется, что либо вот это качество, либо никакого. ну и для справки просто скажу, сейчас немецкие социал-демократы, немецкие, да, самые аккуратные такие, все время политкорректные, политкорректные, немецкие социал-демократы объединились с региональной партией и получили 13,5% в Бундестаге. вот все они восстановили не только задачу построения социализма, но и построения коммунизма. 13,5% легальной немецкой власти, высшей власти парламента, говорит о том, что они коммунизм восстановят. Коммунизм! Значит, это движется туда. Куда это движется по большому счету? Вот это 2008 год, кризис, когда разочарование в капиталистическом устройстве дошло до предела и все вернулись разговаривать о Марксе, а теперь он ударит снова. Сколько времени можно печатать по триллиону долларов бумаги, пустой просто бумаги? Ну, три года можно, но вот уже нефть за счет этого опять под сто. Это что такое? Это американская финансовая спекуляция. Значит, это ударит еще раз. К этому моменту вот эта ситуация окажется вот здесь и окажется, что ренессанс советского будет уже не 94%, а 99%. Все остальные варианты окажутся исчерпанными. Тут у этой системы будет полная катастрофа, у этого рубежа. Вот здесь начнет биться. Она уже сейчас бьется. И вот вам 14-15 год, когда возникнет, так сказать, некоторое умеренное отрезвление на фоне новых мировых процессов. Ну, сколько времени нужно после этого, чтобы разобраться и мягенько-мягенько, без большой крови и экстремизма все это пересобрать. Ну, думаю, года три. К 17-му оно пересоберется в этом варианте, а к 19-му к нему все уже притянутся и все произойдет таким способом. Если же оно попрется сюда, то оно развалится до конца с результатами, которые будут относить абсолютно апокалиптические характеристики. Поэтому я не говорю, что обязательно это все соберется. Я так не сказал. Если оно будет жить, то оно соберется. А оно не обязательно будет жить. Оно может погибнуть окончательно. Поэтому либо полный развал и такой копс, либо вот это. Тут есть вопрос, где долго перечисляется с советником, каких крупных политических деятелей в нашей стране вы были. Ну и там вопрос формулируется так, а у кого бы вы хотели быть? А я его, ну можно на этот ответ, я его несколько иначу. Вот эти советы большим политическим деятелям, насколько они продуктивны вообще и что эти политические большие деятели, фигуры, занимающие официальные посты, насколько они свободны интеллектуально и в иных смыслах для того, чтобы вообще воспринимать какие-то советы. Они могут им следовать в принципе? Или там уже роль и ничего иного? Отвечаю. Я никогда не был советником Горбачева. Вот все разговоры нужны для того. Я никогда не был советником Горбачева. Все попытки сделать меня советником Горбачева нужны для того, чтобы настоящие советники Горбачева, которых всех знают, почему-то должны были быть избавлены от ответственности за то, что произошло, а мне она должна быть присвоена. Но я даже не то, что я боюсь этого, я уже знаю, что я являюсь тотальным советником всех. Горбачева я видел один раз, пока долго с ним встречался, в феврале 1991 года, у него в кабинете. Когда я вышел из кабинета после встречи, которая длилась примерно три часа, и я вышел через Пасские ворота, меня вдруг как палка ударило по голове. Я понял, что Михаил Сергеевич за все три часа этой интенсивной беседы со мной ни разу не произнес неправильного ударения. Он ни разу не сказал обострить, углубить и начать. Он постоянно говорил обострить, углублять и начинать. С абсолютно безупречным ударением. Значит, тогда я сделал для себя вывод, что Михаил Сергеевич просто искажает ударение с тем, чтобы оказаться более своим в среде обкомов и вообще такого простого номенклатурного слоя. Правильно ли это мой вывод, не знаю, но то, что он называл слова правильно, советником я его не стал, потому что я тогда уже говорил о том, что есть другие люди, которые создали политический блок, либо он этот блок поддержит, либо этот блок будет против него. Он покивал головой, конечно, блок не поддержал, а потом, так сказать, у меня начались некоторые неприятности. Но, я был советником Рыжкова, а нам удалось отбить атаку Явлинского, и я лично ее отбивал, вот лично. Рыжков хотел выступить против Ельцина и, так сказать, возглавить движение за Советский Союз политическое и всяческое, и мы ждали этого. Потом приехал его первый помощник Саваков и сказал нам, ребята, инфаркт, я говорю, врете, небось, просто улизнул. Нет, мы готовили атаку с заменой президента, которым должен был стать Рыжков. И что? имелись в виду, Николай Иванович, предпоследний председатель Совета Министров Советского Союза. Я был советником, я считал, что он стоящий человек, я абсолютно искренне ему советовал, я добился того, что его не отставили, вот тогда, когда у нас наступление Явлинского и Агамбедяна и всего прочего, да, и он, у него был инфаркт, но я не был его доктором, я был его советником, я не отвечаю за его инфаркты, не потому, что я уклоняюсь от ответственности, а потому, что было бы странно. По автомату, я объясняю, как это дальше происходило, я считал, что на следующий день наш центр выведут из состава консультативных центров Совета Министров и всего прочего, вместо этого Валентин Павлов вызвал меня и сказал, какие еще постановления я должен подписать, чтобы ты мог работать. Я говорю, мне хватит уже тех, «Нет, давай я еще что-нибудь подпишу». В Павлов был очень умный человек, страдающий, но с одной слабостью, тяжелой, которая все и погубила, но я не нарколог, я не нарколог, я не только не специалист по кардиологии, я и не специалист, специалист по заболеваниям, связанным с потреблением спиртных напитков. Вообще, ты отказанный режиссер должен быть специалистом? Наверное, да. Я каюсь, я каюсь в этом. Дальше, ну что дальше? Дальше Хасбулатов. Я никогда не считал Хасбулатов еще один зла. Он очень работающий человек, очень работающий, все прочее. Да, вот там были некоторые вещи, которых я не понял, и которые я понял сразу после того, как это произошло. Я должен был это понимать, это касалось теории элит, а не наркологии или кардиологии. А больше, да, я был советником Прокофьева, которого считаю одним из самых конструктивных деятелей вот такого умеренно-либерального крыла коммунистической партии, который был первым секретарем Горкома. Мне кажется, что на этом список исчерпан. Это еще в советское время. В конференции первых секретарем Московского Горкома. Ну да, да, все знают, что я автор письма 13-ти там, и что уже в следующую эпоху, так сказать, в нашу организацию в критических ситуациях приходят все подряд. Мы определяем уровень критичности ситуации, потому что к нам приходят. И что в этот момент, если речь идет о государстве, которое можно защищать, спасать и все прочее, надо отказываться? Нет, мы это делаем. Я никогда политическими консультациями не заработал ни одного рубля. Нет ни одного. Так все-таки, насколько люди на официальных постах политических и административных свободны в принятии советов в смысле реализации, изменения политики? Я эту несвободу вот видел один раз. Ни с Рыжковым, ни даже с Павловым. Павлов был несвободен от своих болячек. Но что касается всего остального, я не видел, что кто-нибудь мог нажимать любой Рокфеллер или кто-то на этих людей. Этого я не видел. Этого я не видел. Наверное, эти пружины есть. Но с точки зрения того, что вот с людьми можно разговаривать, они впитывают, они что-то меняют, это безусловно. Так, давайте последний вопрос, потому что я из-за аудитории нас... А на какой психоаналитической школе базируются ваши действия? Я практически, практически владею, практически на уровне работы. Всеми от Фрейда, Фрома, Адлера, Юнга до Грофа и всего остального. Но лично мне наиболее близка школа Франкла. Школа Франкла, то есть логоанализ. Анализ смыслов. Человек в поисках смыслов. Спасибо, Сильвер Иванович. Последний вопрос. Вы действительно герой прошедшего сезона в этом проекте. Хотя Николай Сванинцев чрезвычайно раскрученный медийная и телевизионная фигура. Большой вопрос. Без вашего участия, если бы был кто-то другой, я говорю уже не о результатах голосований, а об успешности известности самого проекта. Это неоспоримо. Кстати, этот проект занял первое место в голосовании на нашем сайте, сайте нашего факультета. Можно взглянуть. Последний вопрос, чтобы поставить либо точку, либо восклицательный знак, либо многоточие. А если там через полгодика еще в аналогичный по масштабам проект вас пригласят, согласитесь ли, или уже есть такие приглашения, предложения? Приглашения, конечно, есть. Приглашения, конечно, есть, какие-то проработки существуют, но вот поверьте, что я проверил себя просто каждую молекулу своего тела и души. У меня нету... Вот есть люди, которые когда теряют эфир, и может быть это и есть по-настоящему способные люди, они очень много теряют, они начинают страдать, мучаться. Вот я знаю, что нескольких коллег, которые мучаются. Вот у меня ни одна молекула не шевелится от того, что я хочу снова там оказаться в какой-то вот этой роли. Я просто действительно должен понять, насколько это нужно. Понятно. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо.